Давайте 13 страшных багов и всё. Го баги заебал, ладно давайте. Давайте баги, всё. Всем привет, с вами я, Дима. И все вы наверняка знаете, что такое баги. Это ошибки в программах или играх. Блядь, и у FIFA лучшие, блядь. Они вызывают смех. Блядь, пиздец. А смех, как мы все знаем, продевает жизнь. Из этого... Блядь, у ёбаной FIFA лучший просто, понимаете? У меня рождается вопрос, стоило ли так сильно ругать Ubisoft за Assassin's Creed? How close? Эй, Эспейта, что ты делаешь? Ты любишь её? Что? Ты любишь её? Кристина! Но да ладно, сейчас не о Ubisoft. Я говорю о том, что баги чаще всего очень смешные. Но иногда... Иногда баги могут породить вопросы, которые ты не будешь задавать своим учителям. Ты не будешь задавать их знакомым, друзьям, родственникам и даже маме. Ты его задашь анонимно на просторах интернета. Думаю, вы со мной согласитесь, если я скажу, что чем страшнее сама игра, тем больше вас может напугать какой-то баг. К примеру... Если вы играете в какой-нибудь Sims и у вас вдруг залагала игра, вы вряд ли испугаетесь. Ладно, беру свои слова обратно. Но в любом случае, когда ты и так на нервах играешь в какой-либо хоррор, внезапный глюк напугает тебя намного больше. Так что начнём мы, пожалуй, с менее страшных багов, которые находятся не в ужастиках. Например, с Call of Duty 2. А именно, баг «Говорящие мертвецы». В игре такой баг был не редкостью. И в интернете можно найти несколько роликов с говорящими трупами. Какие-то из них даже забавные. Как, например, вот этот толстячок. Но есть и те, которые реально могут напугать. Хотя, если вы умеете колдовать в Сони Вегасе, можно сделать это даже забавным. Ещё странные вещи с NPC происходили в Red Dead Redemption. Некоторые игроки могли наблюдать, как люди будто бы превращаются в животных. То есть, это был не однотипный баг. Один из игроков, к примеру, мог оседлать женщину. И нет, это не то, о чем вы подумали. В прямом смысле оседлать женщину. Женщина с какого-то хрена превратилась в лошадь и издавала соответствующие звуки и прочее. Глеба, глеба, да. Также попрошу вас обратить внимание на её харю. С ней явно что-то не то. Другие игроки могли наблюдать, как люди вдруг превращались... Это реально стрёмно, что произошла какая-то... Ещё модели скрестились как-то, пиздец. То есть, человеческая модель не наделилась функциями лошади. А ещё она стала превращаться в лошадь. Бля, вот этот чат реально крипово. ...в птиц. Они размахивали руками и парили в воздухе. Но, пожалуй, самый жуткий сбой в игре был у игроков, которые натыкались на людей, превратившихся в подобие кабана. У них были очень жуткие лица. Некоторые даже напоминали чем-то клоны из произведения «Ано» Стивена Кинга. А звуки повадки были такие же, как у животного. Многие, думаю, помнят такую культовую игру, которая называется «Достать соседа». Уже скоро выйдет похожая игра «Привет, сосед». И уже сейчас она достаточно популярная, так как выходила в нескольких альфа-версиях. Сюжет строится на том, что через дорогу от вашего дома живёт сосед. И цель игры — узнать, нахера он заколол дверь в подвал, и что вообще за хрень у него там творится. Проникнув в дом, нужно не попадаться на глаза этому психу. Иначе, когда он вас замечает, то становится довольно крипово. У одного из игроков этот самый сосед залагал и просто стоял на месте и бился в конвульсиях. Когда он к нему начал подходить, то музыка становилась всё тревожнее, и экран начинал трястись. А так, в принципе, происходит, когда сосед просто подходит. Но то, что он ничего не делал, это довольно жутко. Ну нет, здесь, ну, блядь, застрял в текстуре. Бля, хотя вот то, что он посмотрел на него... Бля, оу. Очень много багов встречается в играх Bethesda. Оно и понятно, это игры с невероятно большим открытым миром и морем возможностей. Так что сделать игру без ошибок, думаю, физически нереально. Один из игроков, снимая своё прохождение игры, наткнулся на жуткий баг. Проходя игру, он убил женщину, но заметил, что после смерти она продолжала моргать. Недолго думая, от страха он решает отрубить ей башку. Но и это решение никак не справляет этот баг, и отрубленная голова женщины всё ещё подаёт признаки жизни. Также странная хрень происходила с головой доктора Митчелла, причём встречалось это у многих игроков на ранней версии игры. Если помните, в самом начале игры он просто сидит и общается с главным героем. По крайней мере, так это должно быть. А вот так вот это выглядело в первой версии. И если вы думаете, что голова это всё, на что он способен, то вы ошибаетесь. Ещё он умеет летать. Так, ну а вот это уже вообще 18 плюс попахивает. И, наконец, Скайрим. Опять-таки, в игре было очень много жутких багов. Например, здоровенные пауки, которых очень сильно колбасило. Или людоеды, которые издавали жуткие забагованные звуки. Жесть. Но рассказывать обо всех багах я не вижу смысла. Я обещал вам рассказать об одном из самых редких. Натыкались на него игроки, которые покупали поместье медовик. При первом посещении дома его обустройств, если спуститься в подвал, можно заметить, как манекены двигаются. Хотя разработчиками это не было продумано. Это реальный баг игры. И, согласитесь, довольно необычный. Насколько я знаю, сейчас этот баг уже устранили патчами, но он успел разлететься по сети и стать достаточно популярным. Думаю, все, кто играл в ФИР, помнят такую девочку, как Альма. Как на мемасе, где сидит девочка белая, а вокруг нее темнокожий парни. Достаточно популярным. Думаю, все, кто играл в ФИР, помнят такую девочку, как Альма. В играх этой серии она очень часто пугала игроков своим внезапным появлением. Точнее, в первых двух частях дальше уже было такое себе. А можно то же самое, но только чтобы страшно было. И как раз во второй части, в начале игры, она также пугает игрока и тут же исчезает. Но почему-то не у всех. Некоторые игроки столкнулись с багом, при котором девочка появлялась, но не исчезала. Она просто ходила за ним. Знакомьтесь, Шерлок Холмс, лучший детектив в мире, который еле узнает своего друга по голосу. Про Шерлока вышла уже куча игр, и многие из них очень даже неплохие. Серия берет свое начало аж с 2002 года и продолжается до сих пор. В 2006 году вышла достаточно неплохая часть, но было в ней кое-что криповое. Это трудно назвать багом, это скорее недоработка разработчиков. И встречалась она абсолютно у всех игроков. Дело в том, что создатели не сделали анимацию для Ватсона. То есть увидеть, как он передвигается в игре, вы не сможете. Вместо этого, после того, как вы теряете его из виду, он оказывается где-то рядом у вас за спиной. Нередко это пугало игроков, и кто знает, возможно, идея Слендермена родилась как раз после Шерлока. Согласитесь, это реально очень крипово. Ролик с этим багом вообще собрал очень много просмотров, больше трех миллионов. А также люди делали пародии на движке уже новых игр серии. А на этом все. Не забывайте ставить лайки, чтобы быстрее вышел новый ролик. Добавляйтесь в друзья. Ой, добавляйтесь в друзья. Ладно, чат. Забавные, забавные, конечно, ролики. Жалко, материала мало для реально криповых пасхалок, потому что первый видос с пасхалками, помните, где было в гонках, еще что-то прям реально неприятные какие-то. А здесь ну такое.